Никого другого как иркутян эта история не касается напрямую, ведь именно из столицы Приангария больше 80 лет шло всё управление этой гигантской территорией. Более полутора миллионов квадратных километров занимали земли русской Аляски в середине 19 века, а началось всё с почти каких-то трёх скромных кораблёв, причаливших к одному из островов. А затем долгий путь освоения и покорения, кровопролитная война с местным населением и успешная торговля с другим местным населением, добыча ценнейшей пушнины, а также различные дипломатические интриги и романтические баллады, естественно, куда ж без них. Пусть Россия и не сохранила этой территории в своём составе, геополитические требования того момента были таковы, что содержание отдалённых земель обходилось дороже экономической выгоды, которую можно было бы получить от присутствия на этой самой земле. Однако подвиг русских, открывших и освоивших суровый край и сегодня самую малость поражает своим величием. Первые жители Аляски пришли на территорию современного штата около 15 или 20 тысяч лет назад. Они перебрались из Евразии в Северную Америку через перешей к Берингии, соединяющей тогда два континента в том месте, где сегодня находится Берингов пролив. К моменту прихода на Аляску европейцев её населяло несколько народностей, в том числе Цимшианы, Хайды и Тлинкиты, Алиуты и Атабаски, а также Эскимосы, Инупайты и Юпики. У всех современных коренных жителей Аляски и Сибири есть общие предки, генетические. Их ротство доказано. Имени первого европейца, вступившего на землю Аляски, история, увы, не сохранила. Но при этом весьма вероятно, что это был участник российской экспедиции. Возможно, это была экспедиция известного Семена Дежнёва в 1648 году, но доказательств тому нет. Не исключено, что в 1732 году на берег североамериканского континента высаживались члены экипажа небольшого корабля Святой Гавриил, исследовавшего Чукотку. Однако официально открытием Аляски считается дата 15 июля 1741 года. В этот день с одного из кораблёв Второй Камчатской экспедиции увидели Землю. Руководителем в экспедиции той был знаменитый исследователь Витус Беринг. Увидели они остров, что сейчас называется Остров Принца Уэльского, который расположен на юго-востоке Аляски. Впоследствии именем Витуса Беринга, как можно догадаться, был назван остров, море и пролив между Чукоткой и Аляской. Научные и политические результаты были огромными. Ибо в ходе Второй Камчатской экспедиции Американский Берег впервые в истории был достоверно нанесён на карту как часть Северной Америки. Однако российская императрица Елизавета не проявила сколь бы то ни было заметного интереса к землям Северной Америки. Она издала указ, по которому обязало место населения платить пошлину за территорию. Но больше никаких шагов в направлении развития отношений с Аляской не предпринималось. Однако в сферу внимания российских промышленников попали живущие в прибежных водах морские выдры, каланы. Их мех считался ценнейшим в мире. Так что промысел каланов был крайне выгоден. Именно поэтому уже к 1743 году российские торговцы и охотники за пушниной установили тесный контакт с алиутами. В последующие годы российские путешественники неоднократно высаживались на островах Аляски, вели промысел морской выдры и торговлю с местным населением. А то и вступали с ними в стычки. В 62-м году на российский престол зашла императрица, которую потом назовут Екатериной Великой. Простите, я не могу. Тогда на престол зашла София Августа Фредерико Анхальцеровская. В её правление внимание на Аляску было уделено чуть более, чем раньше. В 69-м году был сделан очень грамотный шаг. Отмена пошлины на торговлю с алиутами. И тут-то всё пошло-поехало. В 72-м году на крупном острове Уналашка основано первое торговое русское поселение. И тут на сцене появляется иркутский купец Григорий Иванович Шелихов. Русский исследователь, мореплаватель и промышленник. Прославил своё имя в истории тем, что с 1775-го года занимался обустройством коммерческого торгового судоходства между Курильской и Алиутской островными грядами. А ещё, как основатель северо-восточной компании. В 84-м году на этих самых Алиутских островах высадилась экспедиция под командованием товарища Шелихова, которая основала русское поселение Кадьяк в бухте трёх святителей. На Аляску его сподвижники прибыли на трёх галиотах. Три святителя, святой Симеон и святой Михаил. Шелиховцы начинают усиленно шуршать по всему острову. Они подчиняют местных эскимосов, конягов. Пытаются развивать сельское хозяйство, высаживая репу и картофель. А также ведут и духовную деятельность, обращая коренных жителей в свою веру. Православные миссионеры внесли ощутимый вклад в освоение Русской Америки. На Аляске до сих пор, между прочим, есть православные и в основном среди индейцев. Колония на Кадьяке относительно успешно функционировала до начала 90-х годов XVIII века. В 1792 году город, который получил название Павловская гавань, перенесли на новое место. Это стало следствием мощного цунами, которое смело нахер российское поселение. Со слиянием компаний купцев Г.И.Шелихова и И.И.М.С. Голиковых и Н.П.Мыльникова, в 1798-1999 годах была создана Единая Российско-Американская Компания. Далее сокращено просто РАК, со склонениями. От Павла Первого, который правил Россией на тот момент, она получила монопольные права на пушной промысел, торговлю и открытие новых земель в северо-восточной части Тихого океана. Компания была призвана представлять и защищать всеми своими силами и средствами интересы России на Тихом океане и находилась под высочайшим покровительством. Императоры менялись. Акционером компании с 1801 года стал сам Александр Первый, а также всякие великие князья и крупные государственные деятели. Главное правление компании располагалось в Петербурге. Однако фактически руководство всеми делами велось из Иркутска, где жил товарищ Шелихов. Первым губернатором Аляски под управлением РАКов стал Александр Андреевич Баранов. За годы его правления значительно расширились границы русских владений на Аляске. Возникли новые русские поселения. Появились редуты в Кинайском и Чугацком заливах. Началось строительство города Новороссийск у залива Якутат. Ныне город Якутат. В 96-м году, продвигаясь к югу вдоль побережья Америки, русские достигли острова Ситка. Основу экономики Русской Америки по-прежнему составлял промысел морского зверя. Главным образом Каланна, который осуществлялся с опорой на Алиутов. Однако коренные жители не всегда выходили навстречу российским поселенцам с распростертыми объятиями. Достигнув острова Ситка, русские натолкнулись на ожесточенное сопротивление индейцев-тлинкитов. И в 1802 году разразилась русско-индейская война. Контроль над островом и промысел Калана в прибережных водах стали краеугольным камнем конфликта. А между тем, первая стычка на материке произошла 23 мая 1802 года. В июне отряд в 600 индейцев под предводительством вождя по имени Катлиан всей своей сущностью напали на Михайловскую крепость на острове Ситка. К концу июня, в течение последовавшей серии нападений, Ситкинская партия из 165 человек была полностью разгромлена. Приплывший в этот район немного позже английский брик-юникорн помог спастись чудом выжившим россиянам. Утрата Ситки была тяжелейшим ударом для русских колоний и лично для губернатора Баранова. Общие потери русско-американской компании составили 24 русских человека и 200 алиутов. В 1804 году Баранов такой собрался и двинулся на завоевание Ситки, понадавать этим тлинкитам, отомстить, так сказать. После продолжительной осады и обстрела, занятой тлинкитами крепости, 8 октября 1804 года над туземным поселением был поднят русский флаг. Началось строительство форта иного поселения. Вскоре ему дали имя Новоархангельск. Однако 20 августа 1805 года воины Эйяки, клана Тлахаек-Текуэди и их союзики из числа тлинкитов, сожгли Новороссийск и перебили оставшихся там русских и алиутов. Кроме того, тогда же в Дальнем морском переходе попали в шторм и погибли еще около 250 человек. Падение Новороссийска и гибель партии Демянникова, эти самые 250 человек, стали еще одним тяжелым ударом для русских колоний. Была утрачена важная хозяйственная и стратегическая база на побережье Америки. Дальнейшее противостояние продолжалось вплоть до 1805 года, когда с индейцами удалось заключить перемирие. Но раки и дальше пытались вести промысел в водах тлинкитов и большими партиями, а еще под прикрытием русских боевых кораблей. Тогда предприимчивые тлинкиты открывали огонь из ружей, но уже по зверю, что делало промысел практически невозможным. В результате нападения индейцев были уничтожены русские крепости, два штука, и селение, одна штука, в юго-восточной Аляске. Погибло около 45 русских и более 230 туземцев. Все это на несколько лет остановило продвижение русских в южном направлении вдоль северо-западного побережья Америки. Индейская угроза и в дальнейшем сковывала силы раков в районе архипелага Александра, и не позволяла приступить к систематической колонизации Юго-Восточной Америки. Однако, после прекращения промысла в угодьях индейцев, отношение несколько улучшилось. Ираки возобновили торговлю с тлинкитами, и даже позволили им восстановить родовое селение возле Новоархангельска. Что интересно, сделало вступление. Полное урегулирование отношений с тлинкитами состоялось спустя 200 лет. В октябре 2004 года была проведена официальная церемония заключения мира между кланом Кексади и Российской Федерацией. Российская индейская война закрепила Аляску за Россией, но ограничила дальнейшее продвижение русских вглубь Америки. Григорий Шелихов к этому времени уже скончался. В 95-м году его место занял зять и законный наследник российско-американской компании, граф Николай Петрович Рязанов. В 99-м году он получил от правителя империи, соответственно императора Павла I, право на монопольную американскую пушную торговлю. Николай Рязанов родился в 64-м году в Петербурге. Однако через некоторое время его отец назначался председателем гражданской палаты губернского суда в Иркутске. Сам Рязанов в тот момент служил в лейб-гвардии Измайловском полку. И даже лично отвечает за охрану Софии Августы. Однако в 1791 году он также получает назначение в Иркутск. Здесь он должен был инспектировать деятельность компании Шелихова. В Иркутске Рязанов знакомится с Колумбом России, так называли нашего товарища Шелихова. Стремясь упрочить свое положение, Шелихов сватает за Рязанова свою старшую дочь Анну. Благодаря этому браку Николай Рязанов получил право на участие в делах семейной компании и стал совладельцем огромного капитала, а невеста из купеческой семьи родовой герб и все привилегии титулованного российского дворянства. С этого момента судьба Рязанова тесно связана с Русской Америкой, а его юная жена Анни на момент вступления в брак исполнилась 15, скончалась несколько лет спустя. Деятельность раков – уникальное явление в истории России. Это была первая настолько крупная монопольная организация с принципиально новыми формами введения коммерции, которые учитывали специфику Тихоокеанской меховой торговли. Сегодня это назвали бы частно-государственным партнерством. Купцы-перекупщики и промысловики тесно взаимодействовали с государственной властью. Такую необходимость диктовал момент. Во-первых, расстояния между районами промысла и сбыта были, мягко говоря, огромны. Во-вторых, утверждалась практика применения акционерного капитала. В меховой промысел вовлекались финансовые потоки со стороны людев, не имевших к нему прямого отношения. Правительство отчасти регулировало эти отношения и поддерживало их. От его позиции нередко зависели и состояние купцов, и судьбы людев, отправившихся в океан за мягким золотом. Мягким и в прошлом живым золотом. А в интересах государства было скорейшее развитие экономических отношений с Китаем. А еще налаживание дальнейшего пути на восток. Новый министр коммерции Николай Петрович Румянцев представил Александру Первому две записки, где описывал преимущества этого направления. Я вам его, собственно, зачитаю. Англичане и американцы, доставляя из Ноткизунд и Шарлоттиных островов рухлят свою прямо в Кантон, всегда будут в торге всем преимуществовать. И да то ли продолжаться сие будет, пока россияне сами в Кантон пути не проложат. Кантон это сейчас Гонжоу. Румянцев, кстати, предвидел выгоды от открытия торговли и с Японией, не только для американских селений, но и для всего северного края Сибири. И предлагал использовать кругосветную экспедицию для отправки к японскому двору посольства, во главе с человеком со способностями и знанием политических и торговых дел. Как полагают историки, уже тогда он подразумевал под таким человеком именно другого Николая Петровича, Рязанова. Так как предполагалось, что по завершению японской миссии он уже под направшись опыта отправится обозревать русские владения в Америке. О намеченной экспедиции Рязанову было известно уже весной 1803 года. Цитата. Теперь готовлюсь к походу. Два корабля купеческих, купленных в Лондоне, отдаются в мое начальство. Они снабжены приличным экипажем. В миссию со мною назначаются гвардии офицеры. А вообще, для путешествия ученена экспедиция. Путь мой из Кронштадта в Портсмут, оттуда в Тенериф, потом в Бразилию и обойдя Капгорн. В Альпареза. Оттуда в Санчевы острова. Наконец в Японию. И на 1805 год зимовать в Камчатку. Оттуда пойду в Уналашку, в Кадьяк, в Принц Вилем Зунд. И спущусь к нотке, от которой возвращаюсь в Кадьяк. И нагрузясь товарами, пойду в Кантон, в Филиппинские острова. Возвращаться буду кругом мыса Доброй Надежды. Тем временем, Рак принял на службу Ивана Федоровича Крузенштерна. И перепоручил в его начальство два корабля, именуемые Надежда и Нева. В специальном дополнении, правление извещало о назначении Николая Петровича Рязанова, главой посольства в Японию. И уполномочивало его полным хозяйским лицом, не только во время вояжа, но и в Америке. Как сообщали гамбургские ведомости, статья у вас на экране. Российско-американская компания ревностно печется о распространении своей торговли. Которая со временем будет для России весьма полезна. И теперь занимается великим предприятием, важным не только для коммерции, но и для чести русского народа. А именно, она снаряжает два корабля, которые нагрузятся в Петербург с ясными припасами, якорями, канатами, парусами и прочим. И должны плыть к северо-западным берегам Америки, чтобы снабдить всеми потребностями русские колонии на Оливудских островах. Нагрузиться там мехами, обменять их в Китае на товары его, завести на Уруппе, одном из курильских островов колонии для удобнейшей торговли с Японией. Идти оттуда к мысу Доброй Надежды и возвратиться в Европу. На сих кораблях будут только русские. И император одобрил план, приказал выбрать лучших флотских офицеров и матросов для успеха сей экспедиции, которая будет первым путешествием русских вокруг света. Историк Карамзин так писал об экспедиции и об отношении к ней различных кругов русского общества. Хотя нет, труды Карамурзы можно смело делить на ноль. Пошел он, этот Гольштейн Готорповский подпевала. Короче, дальше что было. 7 августа 1803 года в городе Санкт-Петербурге Надежда и Нева снялись с якоря. Кругосветное плавание началось через Копенгаген, Фальму, Тенери и к берегам Бразилии. А затем вокруг мыса Горн экспедиция достигла Маркизских и к июню 1804 года Гавайских островов. Здесь корабли разделились. Надежда отправилась к Петропавловску на Камчатске, а Нева пошла на остров Кадьяк. Когда Надежда прибыла на Камчатку, началось приготовление к посольству в Японию. Там произошла дипломатическая миссия. Не очень удачная. Зато карту правильно нарисовали. И Сахалин еще. Нам это сейчас не очень интересно. В общем, после посольства поехал наш Рязанов дальше. А вот потом он такой раз и в Новорохангельск. На правах хозяина российско-американской компании Николай вникал во все тонкости здешнего управления. Его поразил боевой дух барановцев, неутомимость, деловитость самого Баранова. А ведь трудностей было более чем достаточно. Не хватало продуктов, как минимум. Надвигался голод еще. Земля была неплодородная. Не хватало кирпичей для стройки. Не было слюды для окон. Медь, без которой нельзя было оснастить корабль, считалась страшнейшей редкостью. Сам Рязанов в письме из Ситки писал. Живем все мы очень тесно. Но все хуже. Живет наш приобретатель сих мест. В какой-то дощеной юрте, наполненной сыростью до того, что всякий день плесень обтирают. И при здешних сильных дождях со всех сторон, как решето текущий. Чудный человек. Он заботится только о спокойном помещении других. Но об себе самом беспечен до того, что однажды нашел я кровать его плавающую. И спросил, не оторвало ли, где ветром боковую у хромины его доску? Нет, спокойно отвечал он. Видно, натекло ко мне с площади. И продолжал свои распоряжения. Население Русской Америки росло оооочень медленно. В 1805 году численность русских колонистов составляла около 470 человек. Кроме того, в зависимости от компании находилось значительное число индейцев. По переписи Рязанова на стройке ДЕК их было 5200 человек. Людя, служившие в учреждениях компании, были в основном народом буйным, за что Николай Петрович метко назвал русские поселения «пьяной республикой». Он многое сделал для улучшения жизни населения, возобновил работу училища для мальчиков, причем некоторых отправлял и на учебу в Иркутск, Москву, Петербург. Учреждена была и школа для девочек на 100 воспитанниц. Основал больницу, которой могли пользоваться как русские служащие, так и туземцы. Был учрежден суд. Рязанов наставил на том, что все русские, проживающие в колониях, должны изучать язык туземцев. И сам составлял словари русско-кадьякского и русско-уналажского языков. Между делом, в 1802 году купец Иван Кусков основал в Калифорнии Форт-Росс, самый южный форпост русских колоний в Америке. Ознакомившись с состоянием дел в Русской Америке, Рязанов совершенно правильно решил, что выход и спасение от голода в организации торговли с Калифорнией, в основании там русского поселения, которое снабжало бы Русскую Америку хлебом и молочными продуктами. К тому времени население Русской Америки по переписи Рязанова, произведенной в Уналашскенском и Кадягском отделах, составляло 5234 человека. Плыть в Калифорнию было решено немедленно. Для этого у британца Джеймса Вольфа был приобретен за 68 тысяч пиастров, один из двух привыкших ситку кораблей. Судно Юнона было выкуплено вместе с грузом провизии, находящимся на борту. Продукты переданы поселенцам, а сам корабль под русским флагом отплыл в Калифорнию 26 февраля 1806 года. По прибытию в Калифорнию Рязанов покорил придворными манерами коменданта крепости Хосе Дарио Аргуэлью и очаровал его дочь 15-летию Концепсион. Неизвестно, признался ли таинственный и прекрасный 42-летний чужеземец, что уже был однажды женат и вдовеет. Однако девочка была сражена, а Хосе, между прочим, управлял какой-то мелкой захолустной крепостишкой. Название у крепости было Сан-Франциско. Конечно, как многие юные девушки всех временных народов, Концепсион мечтала о встрече с прекрасным принцем. Неудивительно, что командор Рязанов, камергер его императорского величества, статный, могущественный, красивый мужчина, без труда завоевал ее сердце. К тому же он единственный из российской делегации, владел испанским языком и много беседовал с девушкой, туманя ее разум рассказами о блистательном Петербурге, Европе, дворе Екатерины Великой. Имело ли место нежное чувство со стороны самого Рязанова? Мне кажется, нет. Несмотря на то, что история его любви стала одной из самых красивых романтических легенд, современники в этом сомневались. Сам Рязанов в письме своему покровителю и другу графу Николаю Румянцеву признавался, что причиной побудившего его предложить руку и сердце юной испанки являлось более польза отечеству, чем горячее чувство. Того же мнения придерживался и корабельный врач, писавший в своих отчетах. Можно было бы подумать, что он влюбился в эту красавицу. Однако, ввиду присущей этому холодному человеку осмотрительности, осторожнее будет допустить, что он просто возымел на нее какие-то дипломатические виды. Так или иначе, предложение руки и сердца было сделано и принято. Вот как пишет об этом сам Рязанов. Положение мое сразило воспитанных в фанатизме родителей ее. Разность религий и впереди разлука с дочерью были для них громовым ударом. Они прибегли к миссионерам, те не знали, на что решаться. Возили бедную концепцию в церковь, исповедовали ее, убеждали к отказу, но решимость ее, наконец, всех успокоила. Святые отцы оставили разрешение у Римского престола, и я, ежели не мог окончить женитьбы моей, то сделал на то кондиционный акт и принудил помолвить нас. С того времени, поставив себя коменданту на вид близкого родственника, управлял я уже портом католического величества, так, как тою требовали и пользы мои. И губернатор крайне удивился и изумился, увидев, что весьма не впору уверял он меня в искренних расположениях дома сего, и что сам он, так сказать, в гостях у меня очутился. Кроме того, Рязанову очень душевно достался груз в 2156 пудов пшеницы, 351 пуд ячменя, и 560 пудов бобовых, сало и масло на 470 пудов, и еще всяких вкусняшек на 100 пудов. Да так, что судно не могло поначалу отправиться. Концепсия обещала ждать своего жениха, который должен был доставить груз с припасами на Аляску, а затем собирался в Санкт-Петербург. Он намерялся заручиться ходатайством императора перед римским папой, чтобы получить официальное разрешение католической церкви на их брак. На это могло уйти около двух лет. Через месяц полный провизии и другого груза Юнона и Авось прибыли в Новоархангельск. Несмотря на дипломатические расчеты, граф Рязанов не имел в мыслях обманывать юную испанку. Он немедля отправляется в Петербург с тем, чтобы испросить разрешение на заключение семейного союза. Несмотря на распутицу и малоподходящую для такого путешествия погоду. Перебираясь через реки верхом, по тонкому льду он несколько раз падал в воду, простудился и пролежал без сознания целых 12 дней. Его довезли до Красноярска, где 1 марта 1807 года он и скончался. А вы что думали, счастливая история любви? Ага, сейчас. Концепсион так и не вышла замуж. Она занималась благотворительностью, обучала индейцев. В начале 40-х годов Донна Концепсион вступила в Третий Орден Белого Духовенства. А по основании в 1851 году в городе Бенишия, монастыря Святого Доминика, стала его первой монахиней под именем Мария Доминга. С 1808 года центром Русской Америки наконец становится Новоархангельск, ныне город Ситка. Все это время управление американскими территориями так и ведется из Иркутска, где по-прежнему находится главный штаб российской американской компании. Официально Русская Америка включена в состав сначала Сибирского генерал-губернаторства, а после его разделения в 1822 году на Западное и Восточное в состав, соответственно, Восточного Сибирского генерал-губернаторства. Все логично. В 1812 году Баранов, директор российско-американской компании, учредил южное представительство компании на берегу Калифорнийского залива Бадиджа. Представительство это было названо Русское селение, сейчас известно как Форт Рос. С поста директора российско-американской компании Баранов ушел на пенсию в 1818 году. Он мечтал вернуться домой в Россию, но в дороге скончался. К руководству компании пришли военно-морские офицеры, которые способствовали развитию компании. Однако, в отличие от Баранова, флотское руководство очень мало интересовалось самим торговым бизнесом и крайне нервно относились к заселению Аляски англичанами и американцами. Руководство компании именем российского императора запретило вторжение всех иностранных кораблев на 160 километров в акваторию близ российских колоний на Аляске. Разумеется, такой приказ был немедленно опротестован Великобританией и правительством Соединенных Штатов. Споры с Штатами порешали конвенции 1824 года, которая определила точные северные и южные границы российской территории на Аляске. В 1925 году Россия пришла к согласию и с Британией, определив также точные восточные и западные границы. Тупо кто-то до линейки дотянулся. Российская империя дала обеим сторонам, Британии и США, права ввести на Аляске торговлю в течение 10 лет, после чего Аляска полностью переходила во владение России. Однако, если в начале 19 века Аляска приносила доходы за счет торговли пушниной, к его середине стало представляться, что расходы на содержание и защиту этой отдаленной и уязвимой с геополитической точки зрения территории перевешивают потенциальную прибыль. Площадь, проданной впоследствии территории, составила 1 518 800 квадратных километров и была практически не обжита. По оценке самих раков на момент продажи, население всей Русской Аляски и Алиусских островов насчитывало около 250 русских и примерно до 60 тысяч индейцев и эскимосов. Историки оценивают продажу Аляски неоднозначно. Одни придерживают сомнения, что эта мера была вынужденной из-за введения России, крымской компании и тяжелого положения на фронтах. Другие настаивают на том, что сделка имела чисто коммерческий характер. Так или иначе, первым вопрос о продаже Аляски США перед русским представительством поднял генерал-губернатор Восточной Сибири граф Николай Николаевич Муравьев-Амурский в 1853 году. По его мнению, это было неизбежно и в то же время позволило бы укрепить позиции России на Азиатском побережье Тихого океана пред лицом нарастающего глубокого проникновения Британской империи. На тот момент ее канадские владения простирались непосредственно к востоку от Аляски. А отношения России и Британии подчас были открыто враждебными. Во время Крымской войны, когда британский флот пытался высадить десант в Петропавловске и Камчатском, возможность прямого столкновения в Америке стала реальной. Спойлер, когда произошла высадка в Петропавловске и Камчатском, весь город, включая женщин, стариков и детей, вышел надавать пиздёв самоуверенным британским сволочам. Адмирал, что руководил высадкой, застрелился. Американское правительство также желало предотвратить оккупацию Аляски и Британской империей. Весной 1954 года от него поступило предложение о фиктивной, временно сроком на три года, продаже русско-американской компании всех своих владений и имущества за 7 миллионов 600 тысяч долларов. РАК заключила такое соглашение с американо-русской торговой компанией Сан-Франциско, контролировавшейся правительством США. Но оно не вступило в силу, так как РАК удалось договориться с британской компанией Гудзонова залива. Последующие переговоры по этому вопросу заняли еще порядка десяти лет. Наконец, в марте 1867 года, в общих чертах, был, наконец, согласован проект договора о покупке русских владений в Америке за 7 миллионов 200 тысяч долларов. Любопытно, что именно столько стоило здание, в котором был подписан договор о продаже столь огромной территории. Подписание договора состоялось 30 марта 1867 года в Вашингтоне, и уже 18 октября Аляска официально была передана США. С 1917 года этот день отмечается в США как День Аляски. К США переходил весь полуостров Аляска по линии, проходящей по меридиану 141 градус к западу от Гринвича. Береговая полюса шириной в 10 миль южнее Аляски, вдоль западного берега Британской Колумбии, Архипелаг Александра, Алиутские острова с островом Ату, острова Ближние, Крысии, Лисии, Андрияновские, Шумагина, Тринити, Умак, Унимак, Кадьяк, Чирикова, Афогнак и другие более мелкие острова. Острова в Береговом море, Святого Лаврентия, Святого Матвея, Нунивак и острова Прибула, Святого Георгия и Святого Павла. Вместе территории Соединенным Штатам передавалось все недвиживое имущество, все колониальные архивы, официальные и исторические документы, относящиеся к передаваемым территориям. Несмотря на то, что Россия продала эти земли как бесперспективные, США от сделки не остались на кладе. Уже через 30 лет на Аляске началась знаменитая золотая лихорадка. Слово Клондайк стало нарицательным. По некоторым данным, за прошедшие полтора столетия с Аляски вывезено более тысячи тонн золота. А в начале 20 века там обнаружили и нефть. Сегодня запасы региона оцениваются в 4,5 миллиардов баррелей. Добывают на Аляске уголь и руды цветных металлов еще. Благодаря огромному количеству рек и озер там процедают крупные отрасли частного предпринимательства, рыбная ловля и индустрия морепродуктов. Развитый туризм. На сегодня Аляска самый большой и один из самых богатых штатов США. О продаже Аляски ходят тысячи мифов. Многие полагают, что ее продала еще София Августа. Официальная версия повествует о том, что Аляска была продана по поручению царя Александра Второго, бароном Эдуардом Андреевичем Стеклием, который получил за нее от Министерства финансов США несколько чеков на общую сумму в 7,2 миллиона долларов. Однако эти деньги до России так и не дошли. И были ли они вообще? Существует также мнение ряда историков, которые считают, что Аляска не была продана, а была сдана в аренду США на срок 90 лет. И срок аренды истек в 1957 году. Но давайте на это посмотрим поближе. В середине 19 века в США разразилась гражданская война между северными и южными штатами. Соотношение сил было неравным. Вооруженные формирования юга превосходили север. И тогда президент США Линкольн попросил о помощи русского императора Александра Второго. Сейчас поймете, зачем я это рассказываю. Русский царь с помощью своих послов информировал французскую и британскую сторону, что их выступления против севера будут рассматриваться как объявления войны России. Французы все сразу поняли. А вот британцы не сразу, как обычно. Одновременно Александр Второй откомандировал Сан-Франциско Тихоокеанскую эскадру под командованием контр-адмирала Андрея Александровича Попова, а антлантическую эскадру адмирала Степана Степановича Лисовского в Нью-Йорк. Был отдан приказ атаковать любой флот, угрожающий северным штатам. Царь приказал быть готовыми к бою с любыми силами противника и принять командование Линкольна. 26 мая 1865 года последние вооруженные формирования юга были разбиты. Надежда на помощь, обещанную Францией и Англией еще в 61-м году, исчезла вместе с капитуляцией генерала Кирби Смитта. Невероятно, что никто не утруждал себя размышлениями о том, что Россия фактически спасла Америку в годы гражданской войны. Есть множество свидетельств людей, переживших гражданскую войну, которые устно и письменно утверждали в начале 20-го века. Мы, американцы, никогда не должны забывать, что обязаны России своим спасением в 1863-1864 годах. Ладно, я его получилось, знаю. Так фактически США благодаря России стали самостоятельной независимой страной. За русскую помощь Линкольн обязан был рассчитаться с Россией. Впоследствии чего, между США и Россией, скорее всего, была достигнута договоренность о передаче денежных средств. Скорее всего, оформив договор аренды Аляски сроком на 90 лет, потому что для покупки это слишком мало. В дальнейшем события этой истории развивались очень печально. Президент Линкольн погиб от пули убийцы, а русский император Александр погиб от рук террористов, бросивших бомбу в его экипаж. И как-то всем было не до далеких колоний в то время. В любом случае, денег за Аляску в России никто не получил. Да и были ли эти деньги? Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!